Народная дипломатия может сыграть какую-то роль между Кремлем и Украиной? Ставик, спасибо большое за этот сюжет. Лозунг «Нет войне» – это сейчас единственный лозунг, который может объединить 100%, буквально 100% рядовых жителей и Украины, и России. Это главный лозунг в отношениях между нашими странами. Главный. Нет вопроса отношения с Кремлем. Есть вопрос отношений между людьми, между обществами. И низкий поклон этим женщинам, которые сейчас говорили о мире, о том, что люди должны остаться живы. Ведь самое главное, о чем нужно думать на пороге войны, это то, что все те, кто могут погибнуть на войне, сегодня, вот в эту минуту, еще живы, никого не убили, ничья жизнь не оборвалась. И как только это понимание приходит в общество, можно остановить войну. У нас тоже есть антивоенные акции, только в России сейчас даже одиночные пикеты запрещены. То есть один человек с любым плакатом «Нет войне», свободу политическим заключенным не может выйти нигде в стране, он будет арестован. У нас намного хуже ситуация, чем была еще год назад. Я очень надеюсь, очень надеюсь, что вот такие прямые общественные акции, прямое заявление личной, общественной, гражданской позиции может изменить ситуацию в этом фактически тупиковом политическом конфликте. Я с большим волнением ждал, как проголосует аудитория после такой долгой, почти часовой, по сути дела, штабной дискуссии. Вот сейчас в прямом эфире вашей свободы слова в течение почти часа было штабное совещание, как защитить Украину от России. И если вот посмотреть на это глазами человека, не включенному в эту ситуацию, это ужас. Это самый настоящий ужас. В прямом эфире 100 зрителей, гости у вас обсуждают, как действовать войскам и спецслужбам Украины для защиты своей территории. Но то, что даже при такой дискуссии 72 человека, ваших зрителей из 100 проголосовали за то, что они не верят в войну. Я уважаю позицию тех 28 участников, которые проголосовали за то, что война, не дай бог, может начаться. Но то, что большинство при любом обсуждении голосует за мир, это воля к миру. Это прямая воля к миру, которая может разрушить любые самые ужасные планы. Я вижу, что Петр Алексеевич качает головой отрицательно. Он не верит, наверное, в то, что войну можно остановить. Петр Алексеевич, можно остановить войну волей общества. Есть вещи, которые являются... Печально качаете головой. Но тем не менее, воля общества способна заставить политиков подчиниться. Это, может быть, звучит удивительно для нашей страны, где общество сейчас находится в угнетенном состоянии. Но в Украине уже несколько раз подряд воля общества была решающей при политических изменениях. И в каком-то смысле вы учите, вы учите в том числе Россию. Вы во многом идете впереди нас и показываете, насколько важно общественное мнение, мнение гражданского общества. Кстати, мнение гражданского общества может сыграть колоссальное значение и в судьбе Петра Алексеевича. Но здесь я уже не могу обсуждать, поскольку это исключительно внутреннее дело Украины. И то, что сейчас, возможно, такая дискуссия у Савика здесь, и выступают люди, и говорят о мире, это означает то, что шанс на мир сохраняется. И воля людей к миру будет сильнее, чем злодейская воля к войне. Воля к войне всегда злодейская. Воля к миру всегда добрая воля. Вот как не идеалистично звучат мои слова, я верю в то, что воля тех людей, кто стремится к миру, преодолеет волю тех, кто стремится к войне. И будет мир, и не будет убитых, и не будет крови. Дай Бог так случится.